Скажите, а вот цифра 80% поддержки Путина и поддержки войны, это правдивая цифра или приукрашенная? Вы знаете, мы можем об этом судить умозрительно все же. Почему? Справедливо то мнение, что действительно социология в таких системах, какая сложилась нынче в России, она такая авторитарная с жесткими тоталитарными элементами, уже окончательный дрейф идет в тоталитарную сторону. Ну, надо уничтожить последние несколько видов свобод, да, свободу выезда, въезда, поставить под контроль еще какие-то. Социологии в таких системах не существует. Люди, безусловно, конечно, неоткровенны. Выявить ее, даже какой-нибудь гэлоп приедет, он ничего не поймет. И поэтому хоть Леватцин, хоть в ЦИОМ абсолютно никаких социологических опросов не проводит, он просто выдает цифры, которые из администрации президента спустят. Поэтому судить вот о точных цифрах невозможно. Это мне несправедливо, потому что любого социолога, смотря как агента, да, подходит и спрашивает, а вы Путина поддержите или нет? То ли наручники там щелкнут после этого, то ли там с работы выгонят, да. Но по тому, как ведет себя общество, а его можно воспринимать как, ну, некое единое целое, да, как целостную органическую часть. То есть, невозможно его разложить на составляющие зачастую. Оно в целом одобряет войну. Оно оправдывает все, что, значит, делает российская власть и делает, там, не знаю, российская армия, как ее производная. И оно ничего не хочет знать о том, что эти вещи абсолютно могут быть обратным образом истрактованы. И это означает, что, конечно, 80% вполне воспринимаемая реальная вещь. Мы можем судить о сопротивлении только по единицам, по отдельным индивидуумам, потому что проявления эти очень частные. Остатки каких-то гражданских организаций, это какие-то сопротивления из протеста, какие-то остатки раздробленной оппозиции, ну, и единицы из публики, которая, там, либо еще не уехала, либо пытается сопротивляться этой тотальности. Но это не показатель. Показатель как раз большинство, которое вполне себя одобряет, сбоку из ЭНОБУ, ходит по городам. Я общаюсь с рядом американцев, британцев, поляков, литовцев, латышей. И все они говорят, что никто не ожидал от украинской армии, такого, не то что даже героизма, а такого сопротивления отчаянного. И столько дней, уже больше двух месяцев, российская армия, которая оказалась там второй армией мира, ничего не может поделать с украинской. Вы ожидали такого? Вот вы знаете, я ожидал. Я вот от Акраинского ВСУ этого ожидал. Я много раз говорил, давал интервью. У меня есть канал, я на канале проводил разного рода беседы. И если сейчас посмотреть, отмотать мой канал, увидеть, что действительно об этом говорилось. Чего я другого не ожидал? Я не ожидал, что российская армия никакая не вторая, она вторая с конца. Вот этого ожидать нельзя. Вот с табуретками в танках? Ну, как-то, в общем, казалось, что, ну, возможно, столько денег вваливается. Наверное, как-то могут себя показать хоть как-нибудь. Оказывается, коррупция проела во всей этой калиптократической системе до такой степени, что практически нет ни одного института. Мы этого понимали умозрительно. Мы как бы говорили, что да, коррупция, коррупция. А вот поди ж ты. Единственный институт, который вообще должен был быть, ну, хоть в какой-то степени свободен от этого, каким армией является, поскольку он, ну, это главный национальный институт, оказалось ничего подобного. То есть, казалось, да, где-то в Министерстве обороны она ворует, там был Сердюков, все эти дела, все это знали, да. Но есть какая-то костяк, есть основа, там, не знаю, генштаб, еще что-то, где все-таки как-то боеспособность армии поддерживают, не жалеют денег, не жалеют сил организационных, там, государственных и так далее. Оказалось, нет, никакой армии нет. Вот это действительно было откровением. Вот это было неожиданно. По поводу ВСУ я могу сказать, вы знаете, вот они же полагали, что все будет как в 14-м. Два котла и все. И Бальцевский, и Лавайский, и быстро все закончится. Они полагали, что ничего не изменилось в украинской армии. А это не так. Это вот не так. Это вот действительно изменения просто кардинальнейшие. По сравнению с тем, что творилось в 14-м, это просто две разных армии. Понимаете? То есть, это заслуга, безусловно, того, что национальное государство Украины создало национальную армию полноценную. Это раз. Во-вторых, помощь Запада. Запад, безусловно, почти решающим образом принял участие и в переорганизации, реформировании, в помощи технической, военной и так далее. Это очень существенно. И это нельзя было не оценить. Плюс, вы понимаете, 21-й век. Ничего мы не можем другого сказать. Есть армия демократии Украины при всех издержках, при всем остальном, при претензиях об основном. Но это демократия. И армия вот этой несвободной авторитарной системы. Оказывается, для того, чтобы армия была полноценной, отвечающей 21-го века, она должна быть свободной. Она должна находиться в условиях демократии. Такой, казалось бы, банальный вывод, но, оказывается, он очень важный. Потому, что воевать должны индивидуумы. Ни по принуждению, ни из-под палки, как вот сейчас гонят эту биомассу на востоке Украины. Неважно, там прокладывают путь, что называется, мясом. А вот должна быть такая армия, в которой нужно собрать индивидуальность. Неважно, офицеров, старших, младших офицеров, в конце концов, солдат. Они должны сами понимать, за что они умирают, за что они воюют. То есть, это должна быть армия не дисциплины, а армия сознательных людей. И вот в СССР такую армию создали. Говорят, что действительно, и даже в советской армии украинцы отличались своими профессиональными навыками. Какая-то методичность, может, упёртостью. Такое тоже за ними водилось. И вот получилось так, что тут буряты, а вот тут украинцы, понимаете. И выходит, что нет, лучше воюют. Лучше. Если взять отдельно взятых, то получается, лучше воюют. Так что, с этой точки зрения, я считал, что действительно, да, будет тяжело. Что-то, может быть, пожертвовать, что-то придётся отдать. Но сопротивление будет таким, что вот просто так не получится ничего. Каким, на ваш взгляд, является сегодня состояние Владимира Путина? Ну, вот смотрите. Этим занимаются все. Многие пытаются. Мы ждём, когда он сдохнет. Вот, чтобы вы понимали. Да. Это будет наш главный праздник. Да где? Господи, я уже не знаю, что я сделаю. Вы понимаете, какая штука? Иногда нам ослепляет вот это желание, чтобы он скорее отошёл, как говорится. Вот. Почёл в Бузе. Оно ослепляет нас. Мы вот высматриваем. Подагрические пальцы. Как-то он ходит. Что-то со спиной. Всё остальное. Расследование, которое даёт косвенную информацию. Вот очень хороший был проект Баданина. Где, собственно, подтвердили то, о чём все говорили. Мне Белковский в 2008 году убеждал. Да, я тебе говорю, у него онкология, эндокринные системы и так далее. Я как-то со скепцией, он так прыгал, скакал там с этой клюшкой. А вот поди, что выяснилось, что действительно, за ним следуют врачи-онкологи. Видимо, действительно были какие-то операции. То ли у него ремиссии, то ли метастазы. Я не знаю. Я просто не знаю. Но выглядит он к своим 70 годам. Моя личность. Нормально. Вы знаете, как бы внешне вроде нормально, а по существу моментами мы видим, в общем, достаточно старого человека. Не знаю, какой. Но вот я чувствую, что стресс, который, как говорили, вот он тефлоновый. На него это не действует. Тут он абсолютно амбивалентен к любого рода внешним воздействием такого рода. Я думаю, это неправда. По-моему, он достаточно близко воспринимает это всё. Просто он умеет это скрывать. Вот это надо дать ему должное. Поэтому состояние его судить на 100% я не могу. Я со стетоскопом к спине не прислонялся. Но я полагаю, что что-то там есть такое, что даёт основания полагать, что это новая пятилетка похорон. Мы скоро станем её свидетелями. Он ли, его ли окружение. Они вступили в 70-летнюю полосу. Пересекают 70-летнюю границу. Если бы он, понимать, библиотекарем работал или американским президентом, то вообще никаких проблем. Он как бы ушёл на ранчо, на лошади и так далее. Всё хорошо. А он, вы понимаете, вошёл в такую полосу, будучи диктатором. Что его паранойя, она его дожрёт. Я бы так сказал. Жить в таком состоянии тяжеловатенько. Поэтому я полагаю, что даже если он физически сейчас норм, то ближайшие годы с этим стрессом, боязнью смерти, а он смерти очень боится. Боязнь того, что это будет физическая расправа с ним, потеря власти, немощь. Я думаю, она его поддоконает. Такое у меня ощущение.